Всем привет! Сегодня мы посмотрим как выглядит самый длинный, тяжелый и мощный тепловоз в мире. Необходимость создания тепловоза секционной мощностью 6600 лошадиных сил была продиктована двумя причинами. Желанием снизить расходы на обслуживание локомотивного парка, состоявшего тогда из большого количества локомотивов со сравнительно низкой мощностью, и значительными объемами перевозок по Union Pacific. Ранее на этой дороге использовали знаменитые грузовые паровозы класс 4000, более известный под прозвищем Big Boy, Большой Мальчишка. Но в связи с необходимостью перехода на более экономичные виды тяги, их заменили на газотурбовозы. Постройки General Electric, двухсекционной, мощностью 8500 лошадиных сил. Газотурбовозы оказались достаточно неприхотливы в обслуживании, но приемистость или темп набора мощности в условиях постоянного и быстрого изменения нагрузки оставляло желать лучшего. А расход топлива даже на холостом ходу не выдерживал никакой критики. Поэтому потребовался достаточно мощный и в то же время экономичный дизельный локомотив, способный работать в условиях сложного профиля пути. В результате в конце 60-х годов компанией Electromotive Diesel был спроектирован и построен тепловоз EMD DDA40X. Это восьмиосный односекционный тепловоз с электропередачей. За неимением в те годы мощных дизелей, подходящих по массогабаритным характеристикам, на нем была применена силовая установка из двух 16-цилиндровых дизелей EMD645E3A мощностью по 3300 лошадиных сил. Каждый из которых приводил в обращение отдельный генератор переменного тока. Немного о технических характеристиках тепловоза. Две четырехосные тележки, служебный вес 254 тонны, сила тяги длительного режима 44258 кг. Размеры тепловоза достаточно внушительные. Длина 30 тысяч миллиметров, ширина 3150, а высота от головок рельса 5263 миллиметра. Топливные баки рассчитаны на загрузку 31 тысячи литров. Запас песка 1,5 кубических метров. А конструкционная скорость локомотива 154 километра в час. Мощные тепловозы в свое время прекрасно справлялись с поставленными задачами, транспортируя огромное количество грузов. Но в конце 90-х годов на смену DDA40X, построенных вперед с 1969 по 1971 годы, пришли более экономичные, однодизельные, шестиосные локомотивы с синхронным приводом. Секционной мощностью по 6600 лошадиных сил, позволяющим реализовать лучшие тяговые характеристики. И стареньким тепловозам, успешно работавшим на дороге Union Pacific, пришлось уйти на заслуженный отдых. На сегодняшний день несколько машин находятся в железнодорожных музеях, а один из них под номером 6936 работает в поездной службе по сей день, несмотря на почтенный возраст. В предвиде возможной несогласия зрителей с высказанной мной точкой зрения по поводу самого мощного тепловоза, хотелось бы уточнить, что речь идет про односекционный локомотив, независимо от количества двигателей на борту. Если вам известен более мощный тепловоз, состоящий из одной секции, напишите в комментариях его модель, вдруг я что-то упустил. К слову сказать, в СССР планировался более мощный и назывался он 2ТС-126. Установлен на нем дизель D-56 развивал мощность 8000 лошадиных сил, и секции у тепловоза было 2, по дизелю на каждой секции. Но под такие моторы не успели создать нужной мощности тяговые электродвигатели, и вынуждены были поставить ED-126. Но чтобы их не сжечь, дефорсировали дизеля до 6000 лошадиных сил. Так что рекордных показателей мощности на рабочей машине получить не удалось. Ну а на сегодня все. Если вам интересна железнодорожная тематика, напишите в комментариях, и я подготовлю какие-нибудь интересные темы. Ну и не забывайте подписываться, потому как впереди вас ждет масса увлекательных выпусков. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok